Доброе утро, мои дорогие подписчики, гости моего канала. С вами Марина. И предлагаю вам свой традиционный расклад ежедневной карта дня. Сегодня 9 декабря 2019 года, но этот расклад будет для вас актуален в любой день, когда вы его найдете на просторах интернета. Выбирайте из четырех вариантов. Первый, второй, третий, четвертый. Либо по цвету сердечка, по номеру или по паре карт, которые я выложила. Первая карта – это энергия дня, а вторая карта у нас будет совет от ангелов. Если вам нужно время дополнительное, чтобы выбрать свой вариант, останавливайте видео, а мы будем начинать. Итак, первый вариант – желтое сердечко. Карта дня. Карта дня – шесть пентаклей. Шестерка пентаклей – очень позитивная, положительная карта, которая говорит о том, что ваша энергия сегодня будет распределяться очень равномерно. Вы будете в состоянии понять, что такое добро и зло, кому дать большую часть своей энергии, кому меньшую, кому отнестись более, так сказать, с расположением с большим, кому с меньшим и так далее. В общем, все стабильно, все очень равномерно. Здесь вот видите, такой человек стоит, мудрый очень, который распределяет денежки в разные стороны очень равномерно. Это касается энергии, это касается эмоций, но в первую очередь эта карта у нас пентаклей, она касается финансов. Сегодня вы очень рассудительны в плане финансов. Вы будете принимать правильные решения в плане финансов. И все, что бы вы ни делали в этом плане, у вас будет успешно и хорошо. Можете любые траты какие-то делать, вы будете благоразумны, не потратите лишнее. Если вы что-то задумали новое, тоже все замечательно, потому что вы также все тщательно обдумали, и все пойдет хорошо. И также эта карта еще говорит о том, что у вас не будет лишних трат в принципе сегодня. В общем, все можно сказать по справедливости во всех отношениях. Очень хорошая карта. Но она также может говорить, знаете, еще о чем? Давайте людям свою энергию, либо материальные какие-то блага, и вы обязательно получите обратно вознаграждение от Вселенной за свою щедрость, за свое меценатство, за свои какие-то благородные поступки. Вот такая карта. Давайте теперь посмотрим, какой совет дают нам ангелы. Восьмерка действий. Прямо сейчас происходит так много всего, что это вызывает у вас ощущение перезагруженности. И тем не менее, это прекрасно. Быть настолько занятым, любимым работой. Выражайте признательность за благословение небес, за то, что ваше время занято полезными делами, даже если жизнь полна проблем. Если вас просят отправиться в путь, сделайте это с уверенностью. Отличный вообще совет от ангелов, подсказочка, примите его обязательно во внимание. Они очень хорошо сочетаются с картой шесть пентаклей. Так, это был первый вариант. Желтое сердечко. Теперь переходим ко второму варианту. Синее сердечко. И у нас выпадает карта пятерка мечей. Карта непростая на самом деле. Карта говорит о том, что сегодня могут быть какие-то закулисные игры, какая-то двойная игра. Со стороны людей, окружающих вас. Это вплоть до того, что карта какой-то измены, может быть даже и предательства. Я не хочу озвучивать такие слова, но тем не менее, это значение этой карты. Не бойтесь, сразу не думайте, что это будет что-то негативное. Нет, ни в коем случае. Эта карта просто может вас предостерегать о том, что сегодня вам нужно быть осторожным. Нужно понимать, что может быть какой-то подвох где-то. И если вы какие-то серьёзные сегодня совершаете действия или дела у вас серьёзные, то семь раз отмерьте, один раз отрежьте. Проверьте информацию очень-очень тщательно, чтобы никакого подвоха нигде не было. Вот такая энергетика идёт от этой карты. А также, если сегодня день вас подвигнет, если появится какая-то ситуация, в которую вы захотите поступить нечестно, подумайте, что для вас важнее. Ваша бессмертная душа или вот эта выгода, которую вы будете иметь от этого бесчестного поступка. Вот такая у нас сегодня энергия карты этой второй. Давайте посмотрим, что нам скажут ангелы. Целитель изобилия. Никогда не сомневайтесь в том, что вы можете произвести какое-то изменение. Ваши творческие и новаторские способности обеспечат вам успех. Возможно, наступает подходящее время, чтобы расширить масштаб своей деятельности. Но не забывайте уделять внимание семье. Эта ситуация посылает человеку, возможно, вам. Дар дизайнера или декоратора. Я очень люблю эту карту, потому что она очень-очень позитивная. Говорит о классных перспективах, а также, видите, о каких творческих, каких-то стимулах, творческих началах. Начинайте развиваться в этом отношении, и вас ждет успех. Хорошая очень карта. Теперь давайте перейдем к третьему варианту. Вариант номер три. Белое сердечко. У нас выпадает карта шут. Отличная карта, которая говорит о том, что сегодня у вас беззаботный день. Ну, в каком плане? Во-первых, вы можете начать что-то новое, рискнуть, и это будет успешно и удачно. Во-вторых, у вас сегодня, в принципе, будет легкий день, лишенный каких-то серьезных проблем. В-третьих, у вас, в общем-то, будет этот весь день наполнен очень позитивной энергией, даже такой немножко полудетской, очень юной, веселой, хорошей. Будут решаться все проблемы, все дела, все, что бы вы ни начали, все будет хорошо идти, развиваться хорошо в дальнейшем. То есть, это карта такая, которая говорит, рискни, и все будет прекрасно. Также по этой карте может отыграться то, что сегодня ваши какие-то дела, события вашего дня могут быть связаны с вашими детьми, внуками, в принципе, с какими-то детьми, либо со студентами, с молодежью. То есть, это такая карта молодости, новизны, новых начинаний, чего-то такого яркого, нового, красивого и прекрасного. Отличная карта. Поздравляю вас, третий вариант. И давайте посмотрим вам совет. Войдите внутрь себя. Вы обладаете глубокой интуицией. Внутри вас заложены удивительные способности, которые лишь ждут, когда вы их откроете. Найдите время, чтобы посидеть в тишине и покое, и поразмыслить о своих заветных желаниях, в процессе медитации или молитвы. Прямо сейчас не нужно предпринимать никаких действий. Наберитесь терпения. Вот вам говорят здесь, видите, как интересно. Ангелы вам сказали, несмотря на то, что у вас сегодня будет энергия бить ключом, все-таки проявите мудрость. И, может быть, возможно, не все начинания нужно прямо сегодня осуществлять. Посидите, подумайте. Может быть, немножко пыл стоит погасить свой, да? Но, тем не менее, от этого энергия дня не меняется. Все равно она светлая, прекрасная и очень юная. Четвертая карта, четвертый вариант, и у нас выпадает колесо фортуны. Очень интересная, просто одна из моих любимых карт. Это старший аркан колесо фортуны. Это кармическая карта, которая говорит, знаете, о чем в первую очередь? О том, что на всю волю судьбы подчинись судьбе, и ты получишь все то, чего ты заслужил. По твоим, так сказать, кармическим поступкам, да? По твоим кармическим долгам, либо по твоим кармическим заслугам. Но это звучало бы, возможно, немножко серьезно, да? Слишком. Мы немножко облегчим эту формулировку и скажем, что сегодня день вашей удачи. Удача сегодня вам улыбается. И если вы до этого вели себя примерно, были примерным ребенком, мальчиком, девочкой или женщиной, мужчиной, то сегодня вы будете получать вознаграждение от судьбы. О наказаниях тут речь не идет. Нет, ни в коем случае. А еще эта карта говорит о том, что сегодня день такой, знаете, 50 на 50 в каком плане? Многое зависит и от судьбы, и от вас. Вот если вы знаете, что что-то нужно сделать, что-то осуществить, то вы, конечно, можете доверять там судьбе, понимать, что все равно есть, так сказать, рука судьбы на этом событии, да? Или на этом предприятии. Но обязательно предпринимайте свои действия для того, чтобы результат был наилучшим. Колесо фортуны – это шанс. Шанс на удачу. Шанс на что-то, на какое-то продвижение. Шанс на лучшую жизнь. Шанс на то, что исполнится ваше желание. Но вы обязательно должны приложить свои усилия. Причем эти усилия должны быть по кармической справедливости. То есть делайте правильные поступки. Не совершайте зла. Не делайте плохого людям. Делайте хорошие поступки, и все будет вам дано. Сегодня очень хороший день в вашей жизни. Больших возможностей. И не упустите их. Девятка мыслей. Вы чрезмерно погружены в себя. Вам следует направить мысли к позитиву. Нет нужды волноваться. Ожидание наихудшего не приносит помощи. Знайте, что небеса пошлют вам решение. Если вы проводите бессонные ночи или испытываете постоянное беспокойство относительно какой-то проблемы в вашей жизни, перепоручите эту проблему своим ангелам. Вы знаете, более чем прекрасно сочетается с картой колесо фортуны, которая говорит о том, что положитесь на волю небес. Конечно, вы будете предпринимать свои действия хорошие, правильные, позитивные. Но помните, что небеса всегда вас поддержат. Если у вас есть какая-то проблема, то не волнуйтесь о ней. Она будет разрешена. Просто действуйте правильно. Будьте хорошим человеком. И все будет вам дано. Вот такой у нас сегодня получился позитивный, очень хороший расклад. Спасибо большое, что опять были со мной сегодня утром. Желаю всем прекрасного дня. Если мое видео было вам полезно, ставьте лайк. Буду очень благодарна вам. А также за комменты под моим видео. Желаю всем отличного дня, прекрасного настроения, всего самого наилучшего. До завтра и пока-пока.